друзья с вами denis geek и клуба ардуино и в этом видео я расскажу как подключить вот эту вот аппаратуру от файска fsa и 6 к вот этого мини квадрокоптер у значит это санта в будет у меня через плату мульти протокола она называется а и range x если брать полное название то а rx6 значит они есть несколькие вариантов под аппаратуры фс и эфирской но отличие заключается лишь только то есть начинка все одинаковое отличие заключается лишь только в том что здесь у нас под радиолинк вот такой вот разъем для установки внутрь пульта для именно fs у нас вот такой вот порт и именно ответный такой разъем чтобы эту плату можно было вот сюда прикрепить и вы сейчас видите эту плату на экране то есть она удобно сюда становится и без проблем ее можно использовать но никто нам не запрещает использовать эту же плату подключить как нам угодно проводами ну хотя бы для тестирования значит в чем вообще фишка данной вот платы эта плата стоит там около пяти долларов ссылочки на нее также будут в описании она поддерживает большинство протоколов которые используют вот такие вот рядовые квадрокоптеры то есть можно без проблем ну вообще любые радио игрушки можно их без проблем подключать к этой аппаратуре но если вы найдете в список или хотя бы протокол который использует данную устройство значит сейчас вы видите на экране список это те которые китайские друзья предоставили которые идут ну по сути грубо говоря идут как инструкция к этому модулю то есть и и можно уже подключить то устройство именно через вот этот вот модуль и я сейчас расскажу как значит вы список видите и здесь есть определенные протоколы значит вот это вот штуковина использует протокол bayang и для того чтобы ее подключить нам потребуется подключить вот эту плату и проделать некую комбинацию действий но в начале соответственно нам потребуется подключить этот модуль но если у вас уже именно под fs sky то вы просто его берете и устанавливаете вот сюда но есть тоже один нюанс ну давайте сейчас добавлю распиновку и смотрите как у меня подключено все это то есть плюс минус сигнал и ppm значит мы используем два провода это у нас так здесь нет активного питания то есть здесь нет 5 вольт на этом парте потому мы используем только перемычку ppm и вот сюда на корпус как вы видите я установил ground и что у нас минус вот и все что я сделал но так как у нас там нет питания нам потребуется внешнее питание можно без проблем питать вот эту вот плату аккумулятором 3 7 вольта в основном так и делают сзади устанавливают вот эту вот платку и рядом приклеивают аккумулятор который потом подкидывает когда нужно подключиться знать что мы делаем значит нам первым делом нужно установить аккумулятор ну как вообще процедура подключения устанавливаем аккумулятор в квадрокоптер давайте так вот так чтобы он замигал замигал вот так это первое потом подключена с разъем значит мы устанавливаем аккумулятор к нему значит аппаратура обязательно выключена стики в стандартном положении для работы так сюда подкидываем аккумулятор питания подкидываем в общем теперь здесь для нашего протокола bayang у меня комбинация значит левый стик вниз правый вверх вправо то есть вот таким вот положением и теперь мы включаем то есть замигал контроллер можно отпустить все квадрокоптер связался перестал мигать теперь вы видите так можно управлять ним аккуратно как вы видите процедура очень просто и в принципе для и фс и для фр sky вот эти вот модули мульти протокола они одинаковые просто отличаются разъемы да и все то есть принципе эксперимент прошел весьма удачно и полетели но в общем друзья спасибо всем за внимание вот этот квадрокоптер я доделаю будет полноценное видео но будет конечно же намного длиннее но там будет как я уже говорил техническая часть переоснастки данного квадрокоптера подключение аппаратуры к нему подключение fpv то есть установка камеры связь и полеты как раз этот вариант отлично будет подходить для домашнего использования летать под табуреткой под столом это то что нужно потому что сейчас надвигается зима и уже полеты на квадрокоптерах не особо будут актуальны в общем друзья всем спасибо за внимание с вами был denis geek не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки пока пока кстати еще хотел давать что он подавать с платы мульти протокола 5 вольт ну не 5 вольт 3 7 вольта сюда нельзя потому что там нет диодов и получается у нас включаются пульт идет питание туда на пульт напрямую то есть соединяем только минус плюсовую не пробрасываем и еще один нюанс значит если мы подключились платой нашей к квадрокоптеру и выключили об а потом включили то соединение не не пропадает потому что у платы мульти протокола есть отдельное питание и после установки связи она и остается то есть принципе довольно таки удобно и Продолжение следует...